Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на канале ТБН из нашей Иерусалимской студии. И сегодня у нас потрясающие гости. Я рада приветствовать вас, Михаил. Михаил Карповецкий, апологет и евангелист. И Барух Керем. Это гид по Израилю. И сегодня у нас удивительная тема. Это тема День Катастрофы. День Катастрофы сегодня, я бы даже не сказала, что это праздник, но это памятный день здесь в Израиле. И буквально завтра уже будут сирены в 10 утра по всему Израилю, как напоминание о том, что произошло. И сегодня мы будем об этом подробнее говорить. Я бы хотела сказать, что вы можете писать свои молитвенные нужды, вы можете писать вопросы. И писать обязательно пишите нам, потому что мы будем вам отвечать в течение всех эфиров. Мы будем молиться за вас, поэтому есть все контакты сейчас на экране. Пишите нам. Мы очень и очень ждем. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. И шалом. Как говорят в Израиле, шалом. И сегодня у нас такая серьезная тема. Это День Катастрофы. И вообще, что это за день такой памятный в Израиле? И о чем он? Расскажите, может быть, нашим зрителям, кто не знает. Но я думаю, что все знают об этом событии. Давайте о нем сегодня поговорим. Михаил, о чем этот день? И чему он посвящен? Какому событию? Ну, этот день, каждый раз, когда мы подходим, как раз он между Песохом и Йомазикарон. Йомазикарон – это день памяти погибших воинов за свободу, за освобождение Израиля. Это череда таких памятных дат или праздников, для того, чтобы мы понимали, какой ценой досталась нам эта земля. Через что пришлось пройти нашему народу, или даже, может, больше, через что Господь провел наш народ. Потому что мы знаем, что Бог, Он верен своим обетованиям, и то, что Бог говорил в книге Второзакония о благословении и проклятии. И Господь видел, Иисус, когда приходил на землю, Он плакал, Он говорил, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями изгоняющий посланных к тебе. То есть Господь не просто наблюдает за этими вещами, которые происходят, хотя Он о них и предупреждал. Он плачет. Почему? Потому что Он любит этот народ. И мы понимаем, что то, что мы сейчас имеем эту землю, и мы живем в этой земле как свободные люди. А вот не просто мы когда-то вышли из Египта, но мы еще и прошли через Холокост. Мы прошли через войны, потому что мы живем в окружении арабских государств, которые хотят уничтожить это молодое еврейское государство. И мы видим, что во всем этом есть рука Божья, которая нас постоянно поддерживает. С одной стороны горе, слезы, скорби, с другой стороны Господь. Писание говорит, что великими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Поэтому для меня, как для еврея, как для христианина, как для верующего человека, это очень важные даты, памятные для того, чтобы рассказать и тем, кто знают, и тем, кто не знают, что есть Господь, который творит эту историю. Мы видим непростую историю, тяжелую историю, историю сопряженной с катастрофой, с множеством смертей. Но когда мы смотрим на жертву Иисуса Христа, послание к евреям, в 12 главе написано, «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть в душах ваших». Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Мне это помогает подвизаться, проходить эти скорби, страдания, обстоятельства, быть верным Господу и взирать на небо, откуда грядет Господь, знать, что временные сии страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которую нам откроют. Это точно. И вы сказали про катастрофу и про смерти. И в связи с этим у нас сегодня главный вопрос нашей программы, наших эфиров, как смиряться перед лицом смерти. Это сложный вопрос, но он достаточно тяжелый, но я думаю, что из каждой сложности мы можем подчеркнуть какую-то мудрость. И, друзья, если у вас есть ответ на этот вопрос, или вы проходили какие-то сложные ситуации, пожалуйста, пишите нам, мы обязательно будем это зачитывать. И, возможно, ваша история поможет кому-то, кто сегодня смотрит этот эфир. Поэтому обязательно пишите нам, как смиряться перед лицом смерти. И, наверное, еврейский народ не понаслышке знает, как это делать. Барух, что вы скажете? Ну, для меня... Я, во-первых, хотел бы не согласиться с теологией Михаила. Я не вижу, что, скажем, Бог, он поддерживал Холокост и уничтожение евреев. То есть... Я этого не говорил, что он поддерживал. Он проводил нас через... Ну, хорошо, хорошо. Вот, для меня война это всегда не, скажем так... Я не думаю, что Бог поддерживает убийства и насилие и прочее-прочее, все ужасы. То есть это дело человека, который испорчен грехом и, конечно, вдохновляем дьяволом. Как раз сегодня, готовясь к эфиру, вот я смотрел те люди, например, в Германии фашистской, которые были главными архитекторами и исполнителями Холокоста, они были очень тесно связаны с оккультизмом и были ярыми противниками церкви и Библии. Вот как раз, то есть, получается, что война была вдохновлена. То есть можно сказать вот так, простыми нашими словами, что они были одержимы дьяволом, да? И вот уничтожали тот народ, с которым у Бога завет. Да. И лично для меня эта тема, она очень такая болезненная. Я думаю, что она вообще, тема Холокоста, это вообще очень такая болезненная тема для народа в целом, ну и для меня лично. Хотя у меня никто не погиб во время катастрофы, была эвакуация, мой прадедушка увез мою бабушку, когда ей было вот только 13 лет, из Киева в эвакуацию, в тот день, когда фашисты заходили в город. И в этот же день она пережила это событие. И, в общем-то, я тут сегодня, да? Да. Ее потомок. Так вот, когда я готовился к репатриации 10 лет назад, к Алие, я как раз читал вот тему израильского народа, когда задумался уже о переезде в Израиле. И вот эта тема Холокоста, эти все страдания, они очень сильно отобразились. Я пережил это как личную трагедию. То есть я вот буквально сидел просто в Википедии, читал, что такое Холокост, что там происходило, и рыдал, и не понимал почему. То есть я плакал вот такими слезами, я не понимал, что со мной происходит. Ну это же не со мной происходило, это же, ну вот не я же страдал, это же вот не меня там, не знаю, в газовые камеры засовывали. Но я это пережил по неизвестной мне причине до сих пор, как личную трагедию. И для меня эта тема до сих пор очень больная. И когда я вожу туристов, например, у меня есть туристические группы, которых я привожу в Яд-Вашем, в мемориал как раз Холокоста, то не бывает такого случая, чтобы я не сдерживал слезы, хотя я эту тему знаю, я о ней говорил уже много раз, но я все время ее каким-то образом снова и снова переживаю. И я хочу сказать, что эта тема, она больная для многих, потому что она недавно произошла. Холокост был недавно, вот 74 года назад, он еще, так сказать, был активен. И все-таки это беспрецедентное такое событие, которого никогда не было. Я не могу так сказать, потому что в истории Израиля, вот конкретно Израиля, есть четыре попытки уничтожить народ, которые я насчитал. Первая, это две из них описаны в Библии, две мы знаем из истории. Из библейских историй, это уничтожение младенца в Египте, попытка уничтожить в Египте, да, книга «Исход». Вторая попытка, это в Осирии в VI веке до н.э., это замысел Амана, да, то, что мы празднуем праздник Пурим, это книга Эстер, следующий раз это был II век н.э. Но это не Осирия, это Персия. Персия, хорошо, ну та часть. Третий раз, это II век н.э., это результат восстания Барков был, же мессии израильского народа, и в результате император Адриан фактически положил начало великому изгнанию евреев с этой земли. Вот в этом городе, который вы видите у нас за спинами, было запрещено селиться евреям. Город был стерт с лица земли. И построена римская языческая колония с языческими храмами, с языческими богами. То есть все было сквернено, евреи изгнаны на 18 столетий. И вот XX век, который самый близкий к нам по времени, поэтому и материалов много, и фотографии, и записи. Живы люди, которые это проходили. Да, музеи есть. Музеи семьи, семьи живут, у которых родные погибли, или те, кто пережили. Да, у меня есть история. Мой прадед Моисей, у него был брат-близнец Исаак, и вот Моисей выжил, мой прадед, благодаря чему я здесь сейчас сижу, а его брат-близнец не выжил, и оказался в концлагере и там погиб. Да. Фактически, вот благодаря вот этой близости по времени и вот этой актуальности, да, что это было задокументировано и так далее, в Яд-Вашем хранится более 240 миллионов документов и оцифрованных фотографий по этой теме. Огромный архив. И поэтому мы сегодня, эта тема нам очень близка. И я хочу сказать, вот как гид, как наблюдающий историю Израиля, что Холокост оставил огромную печать не только в памяти евреев, но и в сегодняшнем менталитете в нашей стране. Возможно, мы позже об этом... Да, мы обязательно об этом поговорим. И у меня вот к Михаилу вопрос. Это абсолютное зло, вот то, что происходило, Холокост, да? Можно прямо, мне кажется, равно поставить между тем, что было и... Ну вот само название Холокост, что оно обозначает? Да, кстати, да. Что обозначает название Холокост, Михаил? Нет. Давайте на меня. Холокост — это два греческих слова. Холо — это полностью, кост — это жертва. То есть жертва, которая полностью сжигалась на огне, и из нее ничего не оставалось. То есть получается, что взяли... Почему это слово используется? Взяли еврейский народ, возложили на алтарь, ну, в сатане, да, будем говорить, и просто хотели весь уничтожить. Уничтожить. Поэтому вот это слово, само Холокост — полное сожжение. Да, и вот я хочу продолжить вопрос. Вот такое абсолютное зло. Почему оно стало возможным? То есть ведь это геноцид одного народа другим, и наоборот. Вот почему это происходит? Ну, это как раз касается вопроса апологетики. Почему? Потому что первый грех, который был совершен, — это гордость. Один из ангелов, ангел света, Галель бен Шахар, херувим осеняющий, он поставил себя равным Богу, он возгордился. Вот, и этим он пытался увлечь первых людей. Он говорит, оправдывали, сказал Бог, что умрете. Говорит, нет, вы, говорит, вкусите и будете как боги. То есть именно вот это корень любой религии — обожествление человека. Да. Или же обожествение наций, или превосношение одной нации на другой. Кстати, сказал Барух о том, что верования оккультные были в то время. Мы знаем, откуда они идут. Они идут из Индии. То есть это учение Рериха Елены Блаватской о том, что одни нации имеют арийское учение. То есть арии — это были народы северные, которые вытесняли друидов. Вот, и именно вот это вот, в основе вот этого фашистского проявления антагонизма стояло вот это учение порабощения или уничтожения народов. То есть одни народы они хотели уничтожить, в особенности еврейский народ, вообще стереть его с лица земли. Другие народы они хотели сделать своими слугами. В этом заключается корень зла. Одна из памятных сцен, когда я смотрел фильм «Убежище» Коритенбум, это голландская семья, которые прятали евреев. Вот еще до того, как они попали в концлагерь, офицер СС обратился к Коритенбум, и он сказал, «Мы немцы, и вы голландцы, мы арийские народы должны жить в мире». На что она ему ответила, что в мире народы смогут жить только в царстве нашего Господа. Пока мы живем на земле, и у нас есть вот эта проблема, гордость, с которой мы должны бороться, всегда будет грех, всегда будет антагонизм. И эта проблема, она проходит не только через народы, она проходит и через семьи, и через разные социальные и общественные учреждения, где люди соприкасаются друг с другом. И происходят ссоры, происходят драки, происходят скандалы, и происходят войны, естественно, из-за этого порочного желания человека, из-за его эгоизма, из-за его гордости. И в конечном итоге я хочу сказать, что любая религия, она приводит к тому, что человек себя обожествляет. Мы видим, что обожествляли себя и японские императоры, и китайские императоры, и римские императоры, и фараон. И тот же Гитлер, он себя обожествлял. И мы видим, что время, оно придет к тому моменту, когда придет человек, который предложит всем мир, но он себя провозгласит кем? Себя провозгласит Богом и скажет, что поклонитесь мне, примите начертание. А вот человек не может быть Богом. Мы верим в другую истину, что Бог стал человеком. А вот этот Бог, который стал человеком, он уничижил себя и принял вид человека для того, чтобы как раз убить эту вражду на кресте. Есть интересное место в 2 главе послания Кельфесяна, где апостол Павел пишет, он пишет язычникам, говорит, «И так вы уже не чужие, не пришельцы, а сограждане святым и свои Богу». То есть, я когда рос в еврейском обществе, мне когда говорили, это наш человек, я понимал, что это еврей. То есть, евреи, они между собой кучковались. А вот, когда я первый раз начал читать Библию, я читаю Новый Завет, и написано, «Назовешь его Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Я сразу понял, что это евреев. А вот, и пришел к своими, свои его что? Он пришел к евреям, евреи его не приняли. И тут я читаю, что вы уже не чужие, не пришельцы, а сограждане святыми и свои Богу. Теви Молочник, есть такое произведение у Шалома Лейхима, когда он молится, когда его дочка вышла замуж за русского, он говорит, «Господи, зачем ты сотворил людей и разделил их на евреев и неевреев?» Всегда была вражда между евреями и неевреями. Бог эту вражду убил на кресте, он упразднил эту вражду. Поэтому мы имеем мир. Если мы имеем мир с Богом, мы имеем мир друг с другом. Это то, что важно, чтобы мы были свидетелями, служителями примирения. Но все-таки мы видим, что этим страданием или этим гонением больше всего был подвержен еврейский народ. И можно ли это как-то связать с библейскими какими-то историями, то есть пророчествами? И это план Божий или нет? Ну, то есть, смотрите, получается такой диссонанс в голове, да? Мы видим огромные преступления против человечества, когда 6 миллионов евреев просто были стерты с лица земли. Я скажу так, что у Бога есть две воли. И одна может противоречить другой. Может быть, это звучит немножко странно. Но есть один пример. Например, человек пожилой болеет, Бог его хочет забрать. А сын молится и просит, чтобы Бог продлил дни жизни его отцу. То есть он молится против Божьей воли, которая сокрыта от него. Но в соответствии с той Божьей волей, которая ему открыта. То же самое здесь. Мы можем понимать, что ничего без Божьей воли не происходит. Нету бедствия, которое не Бог попустил бы. Правильно? С другой стороны, каждый человек ответственный за тот путь, который он проходит, и за то решение, которое он принимает. Естественно, Бог будет справедливо судить каждого человека, каждого грешника. Но Бог абсолютно милостиво отнесется к тому, кто раскается и примет его жертву, которую он предложил в умилостивление за наши грехи. В этом заключается суть. Здорово. Баруха, а вы? Да, я хочу сказать, тоже добавить, что Михаил сказал, что все от гордости происходит. Это очень хорошая мысль. И тоже есть еще одна причина, из-за чего, скажем, мы говорим про фашистскую Германию, из-за чего произошло возвеличивание самих себя. У меня есть еще прям вот коротко один вопрос сразу же сюда. У меня всегда, в детстве особенно, когда я читала какие-то вещи про Холокост, и так как мои родственники были с этим связаны, у меня был такой вопрос, почему те немцы, которые жили в Германии, обычные люди, простые, не относящиеся к, скажем, госслужащим, ну вот просто обычный человек, когда были созданы гетто там в Германии, когда уже было понятно, что как-то вот один народ отделяют от другого, но они не сами отделяются, а это делается на уровне там политическом, почему не было противостояния? Может быть, вы просто знаете, это вот сюда же вопрос. Знаю, но только-то уже три вопроса. А, хорошо. Уже висит репа. Первый, причина, причина нацизма, почему евреи, и теперь ты давай причину. Да, хорошо. И почему вообще произошло такое возвышение себя? В этом тоже есть отход от Библии. Сейчас я объясню. Одной из причин такой идеологии, что мы выше раса, чем другие, она заключается в отсылке к теории Дарвина об эволюции. Обезьяна, сейчас есть человек, следуя этой линейке, можно предположить, что следующим этапом эволюции, обезьяна, человек, следующий этап эволюции будет суперчеловек. Ну да. Сверхчеловек. Или определенная нация, сверхнация. Переход, что мы находимся на мосту между обезьяной и суперчеловеком. И нам нужно этот мост преодолеть и стать суперлюдьми. Да, да. И на фоне того, что мы, арийцы, в данном случае арийцы это были, да, и мы, конечно, станем суперлюдьми, то все остальные, они еще где-то на этом мосту. Родилась такая идея, то, что называется недочеловеки. Этот термин был позаимствован у американского философа, который размышлял на тему Евгеники, происхождение наций, и позже использовался нацистам. Я хотел бы засчитать, я взял одну цитату из фашистской пропаганды, как раз про недочеловеков. Вы поняли в чем, да, что мы переходим, мы становимся суперлюдьми. Недочеловеками называли народы гунов, это Центральная Азия, венгров, татар, монголов и русских, таким общим словом. И вот из брошюры 1942 года. Недочеловек, определение дано, это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица, подобные человеческим. Однако духовно и психологически недочеловек стоит ниже, чем любое животное. Даже ниже животного. Внутри этого существа хаос диких необузданных страстей, безымянная потребность разрушать самые примитивные желания и неприкрытая подлость. Какая ложь. Но это ложь, ее подавали по чайной ложечке, пока она не стала привычным питанием. И что интересно, вот эта идея недочеловека, она позволила, она дала легимитизацию для унижения других людей и убийства. И нечто такое обесчеловечивание и возвышение себя, собственно говоря, если мы суперлюди, а это недочеловеки, которые ниже животных, то действительно, почему бы от них не избавиться и не убивать? Первый такой background, такой фонд, да? И второй вопрос, почему евреи? Ну, в целом, в течение всей истории было три причины антисемитизма. Первый, это был экономический антисемитизм, потому что евреи всегда старались пробиваться, держаться вместе, да, как Михаил нам правильно отметил. И были успешными достаточно. Да, были образованные, старались прилежно, поэтому достигали высоких постов, и поэтому имели и деньги. А кто причина всех финансовых кризисов? Евреи, то есть экономически. Второй, это был политический и теория заговора. Евреи хотят всех захватить, контролировать весь мир, этого и сейчас хватает. И третий, это был религиозный. Евреи распяли Христа, они отвергают Евангелие, значит, они враги Христовы, и значит, нужно что с ними сделать, и пошло-поехало. Но фашисты придумали еще один, четвертый вид антисемитизма, которого не было раньше, это антисемитизм как раз испорченной нации. Потому что если есть высшая нация арийцы, есть какие-то средние, то должен быть для баланса, кто-то должен быть, значит, вот ниже всех, и евреи были, ну, вот выбраны, так сказать, такой нацией. Но в реальности, я думаю, что причина лежит в духовных корнях. В духовных корнях, потому что сатана ненавидит народ, у которого завет с Богом. Да, это главная причина. Тут еще такой момент, что это все так научно преподнесено, и теперь вот вы ответили сразу же на тот вопрос, почему простые люди не противостояли, потому что когда тебе это все время подается, я думаю, ты в это верить начинаешь. Ты понимаешь, Юль, еще такая была история, как была гигантская ложь. Европа в целом, населенное евреи, построюсь очень коротко, она была разделена как бы с более западной Европой и восточной. В восточной Европе, например, в Польше процветал антисемитизм очень серьезный, и поэтому гетто устраивали как раз там. В Германии, Австрии, то есть более западные страны, они были более, так сказать, культурными, цивилизованными, не были готовы, чтобы на их глазах убивали их соседей, казнили только из-за нации. Поэтому было переселение из европейских западных стран в восточную часть Европы, но при этом, когда задавались вопросы, куда вы везете наших соседей, им говорили, мы же везем их в специальные города, которые им построили, им там хорошо, и показывали пропагандистские фильмы, как они там наслаждаются природой, работают, хорошо едят. То есть людям лгали просто ужаснейшие вещи, в это время этих же их соседей уже отправляли в концлагеря, в гету на истребление, но в восточную часть Европы. Поэтому в западной части царило часто, царило просто незнание и просто житчайший обман, для того, чтобы не терять поддержку народа, вот в общем-то, поэтому такая вот штука была, ложь. Хочу сказать, чтобы подытожить вот эту часть эфира, как важно не допускать гордость в свое сердце каждому лично человеку, не просто какой-то стране, а вот начинать с себя, потому что это абсолютно, мы видим, какие порождают вещи, и, вы знаете, история циклична, и нет нигде гарантии, что мы снова не можем попасть в такой вот ужасной какой-то часть истории. Поэтому нам нужно, я думаю, следить за собой, за своим сердцем, и у нас есть молитвенные нужды, которые нам пишут в течение всего эфира, и, друзья, я напоминаю, что главный вопрос, как смиряться перед лицом смерти, мы в третьей части, в третьем нашем эфире обсудим это подробнее, и будем читать ваши ответы на этот вопрос, может, какие-то истории, может быть, у вас есть истории, связанные с вашими родственниками, которые тоже переживали Холокост, или, ну, что есть в вашей жизни, пишите нам, я думаю, что это обязательно кому-то поможет, и мы обязательно это прочитаем. И у нас буквально минута остается, я прошу вас помолиться, Михаил, сейчас, вот против вот этой штуки, которая называется «Гордыня в сердце». Давайте мы все просто сейчас за это помолимся, и все, кто нас смотрит, тоже. Господь, мы благодарим, что можем прийти к Тебе и научиться от Тебя, что Ты в своей любви и милости явил нам, явил нам себя, Господь, чтобы мы могли научиться от Тебя, потому что Ты кроток и смирен сердцем. И мы просим Тебя, Господь, чтобы мы могли взять Твое время, чтобы мы могли найти покой душам нашим, потому что только в Тебе наша душа по-настоящему может обрести покой, тогда, когда мы примем в смирении Твою волю, которая есть святая, благая и угодная. Господь, дай нам видеть Тебя, величие Твое, и понимать, насколько мы грешны, и насколько Ты любишь нас, что за нас послал самое дорогое Сына Своего. Дай нам, Господь, принять Его всем сердцем, Господь, научиться от Него проходить это предлежащее поприще. Дай нам в смирении и в сокрушении сердца, Господь, служить друг другу, Господь, и восполнять нужды друг друга. Мы просим Тебя, как за всех верующих, так же и за тех неверующих, которым мы будем являть. Это свидетельство, чтобы они так же могли, взирая на наши дела, видеть Тебя. Видеть в нас это письмо, написанное на скрыжалях нашего сердца, Твоим Духом Святым. Господь, вложи Своё Слово в наши сердца, в наши уста, чтобы мы могли в нашей жизни, Господь, проходя это поприще, являть доброе свидетельство Твоей любви и милости, Господь, которую Ты явил нам в Вишуа. Господь, просим Тебя, чтобы Ты благословляя, благословил, оглядываясь назад и ведя уроки истории, чтобы мы могли с большим уважением и почтением относиться к каждому человеку, невзирая на лица, невзирая на цвет кожи, невзирая на нации, Господь, чтобы мы могли избегать всякого расизма, национализма и всего, 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 что мешает нам быть в единстве и строить друг с другом отношения. Во имя Ишуа мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам, Господь, преодолевать эти национальные предрассудки и не судить о человеке по национальности, но чтобы мы могли, взирая на Тебя, видеть, Господь, что Ты явил Свою любовь и милость, Господь, и умер не только за евреев, но также и за все народы, Господь, что Ты милостивый Бог, который исполнил обетование, что все меня, Авраама, получили благословение все народы земли. Дай нам, Господь, иметь мир, который Ты приобрел нам на кресте и убил вражду на нем, чтобы мы не враждовали друг с другом, Господь, что в нашем сердце был мир, любовь, Господь, прощение. Во имя Ишуа мы просим Тебя. Аминь. Аминь. Друзья, и мы с Вами приходим на перерыв, и никуда не отключайтесь. Мы обязательно увидимся с Вами в следующей части. Не забывайте нам писать. Мы ждем Ваши ответы на вопросы и Ваши молитвенные нужды. До встречи в следующей части эфира. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Кулцентры телеканала ТБН всегда готовы разделить с Вами радость Божьих чудес и поддержать в горячей молитве, когда Вам трудно. Более 70 молитвенных групп в разных частях мира. Каждый день ходатайствуют о Вас. Никогда не сомневайтесь в Божьей силе. Вы не одиноки. Божьи благости. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Библия говорит, что очи Господа обозревают всю землю. Каждый человек в этом мире драгоценность в глазах Небесного Отца. Перед ним открыты сердца. Он знает обо всех радостях и печалях. Каждый день контакт-центры ТБН по всему миру принимают обращения зрителей. Наши служители, пасторы и партнеры молятся о каждом из Вас. Мы верим, что Господь желает активно участвовать в Твоей жизни. Доверься Ему, свяжись с нами, и мы обязательно поддержим Тебя в молитве. Ходатайство в единстве приносит добрый плод. Времена стремительно меняются, и ТБН не стоит на месте. Теперь Ваш любимый телеканал получил официальный статус в Рутюб. Мы продолжим размещать программы, ролики и трансляции в Ютюбе, но в связи с возможной блокировкой этого ресурса уже публикуем материалы на русскоязычной видеоплатформе Рутюб. Рутюб – это простая и удобная платформа для просмотра видео и телеэфиров. Весь новый контент будет публиковаться и там. Не откладывайте подписку на ТБН в Рутюбе. Сделайте это уже сейчас, чтобы не пропустить интересные видео или актуальные программы для христиан. Чтобы подписаться, наберите в адресной строке rutube.ru, а в строке поиска напишите ТБН. Кликните на кнопку «Подписаться», нажмите на колокольчик рядом. Теперь вы точно не пропустите новые программы. Мы ждем вас! Будьте благословенны! Как сделать так, чтобы каждый твой день приносил радость и благословение для других? Знать, что ты помог кому-то познакомиться с Иисусом и услышать благую весть – бесценно. Хочешь достигнуть Евангелия миллионы вместе с нами? Телеканал ТБН ищет тысячу посвященных людей, которые будут ежемесячно жертвовать по тысяче рублей на развитие христианского телевидения. Сея ежедневно в дело Божье, ты помогаешь другим обрести спасение и новую жизнь. Пусть как можно больше людей по всему миру услышат об Иисусе. Стань частью специальной партнерской программы «Тысяча по тысяче». Вместе мы сможем больше! Друзья, мы снова в эфире, и мы продолжаем обсуждать непростую тему. Это тема «День катастрофы», это тема «Холокоста». И сегодня, и завтра в Израиле выходные дни, и даже в память об этом в 10 утра завтра будут сирены по всему Израилю. И мы говорили в первой части эфира о том, что такое «Холокост» и как это вообще стало возможным. И сейчас мы будем продолжать эту тему. Я хочу напомнить вам, чтобы вы писали свои молитвенные нужды. И у нас есть главный вопрос нашей программы сегодняшней – «Как смиряться перед лицом смерти?» Это очень сложный вопрос, но я точно знаю, что у большинства из нас есть какие-то истории, связанные с этой темой. Потому что, как мы знаем, из 100 человек умирает 100, и все мы когда-либо встречаемся со смертью. И пишите нам, пишите, пожалуйста, свои истории, пишите, пожалуйста, свои какие-то вопросы или ответ на этот вопрос. Ну а мы продолжаем. И у меня вот, знаете, какой вопрос созрел, пока у нас тут был перерыв, мы немножко обсуждали. Вот геноцид евреев. Все-таки это не в один день произошло. К этому готовились, это как-то происходило. Сначала там гетто, потом, ну и так далее. Разными этапами все шло. Почему, или может быть, я просто не знаю, не произошло какого-то... Почему евреи смиренно принимали вот эту участь? Или все-таки были восстания, и как это вообще все развивалось? Вот такой вопрос. Михаил? Ну, вопрос, конечно, сложный. Были восстания, они все евреи смиренно воспринимали смерть. Если мы говорим о смерти, я думаю, что каждый человек понимает, что в конце жизни он должен умереть. Да. Кто-то умирает от неестественной смерти, а кто-то умирает в старости от паралича верхних дыхательных путей. Ну, каждый человек понимает, что смерть – это неизбежно. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел вам задать вопрос. Как вы думаете, смерть – это естественная вещь или нет? Я думаю, что изначально смерти не было. Ну, то есть, как бы, это противоестественно. Поэтому человек сопротивляется этому внутренне. Все-таки, наверное, человек был создан вечно живущим. Это мой такой взгляд. Правильно вы понимаете. Но многие люди говорят, что смерть – это естественная вещь. А я тогда задаю вопрос. А вы можете смириться со своей смертью? Или со смертью родных, или близких? Вот. И тогда люди говорят, нет. Почему? Потому что Бог не сотворил человека для смерти. Да. Бог сотворил человека для жизни вечной. А человек умирает, потому что он грешит. Кстати, недавно мы праздновали праздник Песах. И очень интересно, когда мы преломляли Афикаман. Афикаман – это пресно, который символизирует кого? Иисуса Христа. Он преломил его на Пасху. Сказал, примите и идите, если есть мое тело, за вас ломимое. Так вот, как опреснок был без закваски, так Иисус был без греха. Поэтому смерть не имела над ним власти. Поэтому он воскрес. И мы говорим на Пасху. Христос воскрес. Воистину воскрес. Но мы знаем, что он не просто воскрес. Мы знаем, что когда он придет за нами, то и мы воскреснем вместе с ним. И для верующего человека смерть, как написано в 115-м псалме, в 6-м стихе, сладка в глазах Божьих, смерть святых его. Я думаю, что со смирением по-настоящему смерть могут встречать только верующие люди. Со смирением. Другие люди, если человек идет на смерть, у него выбора нет. Или ты становишься перед неизбежностью, что ты обязан через это пройти, что это все. Но многие люди, они же не знают, что ожидает его по ту сторону. Поэтому есть люди, которые принимают смерть как неизбежность. И я верю, что многие люди, которые шли в концлагерь, всех уничтожали. А люди, они как бы болеют этим стадным эффектом. Все вместе оно может быть и не так страшно. А были люди, которые сопротивлялись. Были восстания в Варшавском гетто. Люди вооружались. Люди пытались убежать. Люди сопротивлялись. Кстати, интересно, что когда мы читаем Исаии 53 глава, написано, как Агнец, он введен был на заклане, и перед стригущим его безгласен. Раши, один из главных раввинов, который дает комментарий ко всем книгам, он утверждает, что это говорится о народе Израиля. Но тогда вопрос, о восстании в Варшавском гетто, о сопротивлении, о существовании Израиля, о армии израильской, о войны израильские, которые были. Я не думаю, что евреи безропотно принимали смерть. Тем более, что, может быть, они с виду были безропотные. А что творилось внутри? Что творилось в сердце человека, когда он должен был предстать перед лицом смерть? Я где-то надеюсь, в глубине души, что среди бедных этих людей были верующие, которые проповедовали им Евангелие. Я думаю, что, если мы возьмем, опять-таки, эту историю с Каритенбумом, они были глубоко верующие люди. Я думаю, что через это многие могли тоже уверовать. Поэтому, есть и есть. Но что важно для нас сегодня? Какой вопрос мы себе задаем? Как мы встретим смерть, когда она придет? Мне задали как-то вопрос, Миша, как ты хочешь умереть? Я говорю, я хочу умереть за кафедрой, проповедуя Слово Божье. Мне говорят, почему? Я говорю, потому что это проповедь, надолго всем запомнишь. Это точно. Да, и вы знаете, я читал одну книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Может быть, вы читали, или кто нас смотрит, зрители, вы читали. Это книга потрясающего человека, психолога, который был в концлагере несколько лет. Он еврей, значит, его туда поместили, понятно, как и всех. И он описывал разные истории разных людей, которые находились там в лагере. Это, к слову, о том, кто как принимал смерть. И он там пишет о том, что были люди, которые сразу смирились с этой участью, и они очень быстро умирали. Но были такие люди, которые держали в своем сердце какую-то цель, какой-то смысл жизни. У них было что-то, к чему они стремились и верили в то, что когда они выйдут оттуда, хотя это лагерь смерти, оттуда не выходит, но они все-таки держали эту веру. И вы знаете, эти люди, которые дожили до того, как пришли туда союзники и освободили лагеря, и все-таки были люди, которые выжили, есть свидетельства людей, мы об этом еще поговорим. То есть что-то внутри, а что-то это вера, которая держала этих людей. И может быть не в таком понимании, о котором вы сейчас говорите, но в целом это были люди, которые имели смысл. Так же, как и Виктор Франкл, который в тот момент абсолютно голодный человек, понятно, страждущий и ужасные условия, которые хуже, чем к животным относились, и мы об этом говорили в первой части эфира, он писал эту книгу. И потом до конца своей жизни он ездил по миру, и об этом говорил, и помогал людям с травмами. То есть все-таки смирение перед смертью. Я полагаю, что речь идет про трудовые лагеря, а не лагеря смерти. Нет, это именно лагерь смерти. Это именно... В лагерь смерти отправляли, чтобы убить, сразу после прибытия, а вот часть людей отбирали для работы или физических экспериментов медицинских. Он был как раз в той части, которого отобрали для работы экспериментов. Да, он был другой участь. Плавность вот этого перехода, безропотность. Вы знаете, в первые годы образования Израиля, когда сюда была алия или репатриация, вот как раз в том числе заключенных из гетто различных и концлагерей, у них были номера татуированные, чтобы они были маркированы. И в Израиле в первые годы это считалось вот именно большим позором, что как вы допустили. Вот этот вопрос поднимался, почему вы допустили, чтобы вас убивали, насиловали, грабили, почему вы были такие безропотные. И многие люди, имеющие эти татуировки, они всегда даже в самую жаркую пору носили длинные рукава, чтобы скрывать эту татуировку, чтобы избежать этого общественного позора. Но со временем, когда начали разбираться в причинах, почему же вы дали вот так вот себя казнить, то обнаружились очень интересные факты, которые показывают следующее. Во-первых, ограничения на право существовать, они вводились очень постепенно. Сначала это были какие-то ограничения в общественном пространстве, свобода печати, слова, нахождение в культурных заведениях и так далее. И постепенно антисемитские, противоеврейские законы усложнялись. То есть были этап за этапом, когда то, что мы называем, закручивали гайки. И поэтому у человека есть такая черта, у него есть надежда. Вот ты, когда сейчас про эту надежду говорила, надежда, она очень двоякая. Она в сложных ситуациях помогает выживать, но вместе с тем она имеет очень коварную черту, обратная сторона медали. Надежда не позволяет оценить риски трезво. Да, согласен. И точно так евреи в Европе, например, кто ожидал, что целую нацию будет уничтожать? В этом нет никакого логического смысла. Тем более, во время Первой мировой войны, которая близка была к тому поколению, говорили, окей, во время Первой мировой войны нас не казнили, нас использовали как трудовую силу. Кому придет в голову нас уничтожать? Ведь нас можно использовать для работы. Это невозможно поверить. В этом нет смысла. В этом нет смысла, это первое. Второе, была гигантская ложь. Во-первых, план об уничтожении евреев, он был тайный, и все производилось в тайне от самих евреев. То есть их загоняли в гетто, им давали работу, им давали какое-то маленькое количество еды. Но вот эта надежда, она продолжала их, скажем, кормить. Ну, завтра будет лучше, ну, завтра. И потом мы сказали, окей, мы вас перевозим, когда лагеря смерти были построены, лагеря уничтожения были построены, их перевозили, говорят, вас везут в лучшие условия. Вам же тут тесно в гетто, да, голодно. Вот мы для вас построили лучшее место. Вас сейчас-то перевезут. Их привозили железнодорожными составами, значит, в какую-то станцию, где были высокие такой вот заборы. Они шли вдоль такого забора, трехметровый, он непрозрачный был, нельзя было посмотреть, что там. За забором порой стоял оркестр, играл музыку, что будто бы их приветствуют. И люди заходили, говорят, перед тем, как вы перейдете в казарму, вам нужно помыться. Людей заводили в ангар, который был стилизован под души, закрывали металлические двери с двух сторон, и либо включали мотор с газами, направленными внутрь, либо отсасывали воздух. Получается, что и возможности сопротивления не было. Потому что они говорили, мы везем вас в лучшее место. Это была гигантская ложь, ужасная пропаганда. И только позже, когда уже слухи об этом распространились, вы в них не хотели верить. В гетто приходили слухи, что каждый день людей, которых вывозят, их казнят. Говорят, нет, этого не может быть, это неправда. Поэтому вот эта надежда, она играла злую шутку, и огромная пропаганда, огромная ложь играла то, что не будут вас убивать, мы вас в лучшее условие везем. И поэтому люди были обмануты и не сопротивлялись. Позже, когда уже эта, скажем, гигантская ложь всплыла, и люди поверили, да, тогда уже были группы сопротивления, но они были разрознены, не слишком сильные. Они, да, были. Сегодня, сегодня начинается 27-е Ниссана, месяца Ниссана. Как раз в этот день началось восстание в Варшавском гетто, когда разрозненные группы начали, значит, воевать со своими палачами, по сути. И, в общем-то, сегодня, поэтому мы этот день, ну, установлен этот день памяти жертв и восстания, и сопротивления. То есть это день памяти погибших в катастрофе, в Холокосте, и память тех, кто сопротивлялся. То есть здесь есть как бы не только жертвы, но и сопротивление. Поэтому вот эта плавность, закручивание гаек, и эта гигантская ложь, вот они сыграли ключевую роль в том, что люди в большинстве своем не сопротивлялись, они не знали, куда они идут. Это очень страшно, и это настолько вот сейчас все внутри у меня отзывается, потому что наши предки это переживали. Ты помнишь, что сказал Иисус, что дьявол, он отец лжив? И это как раз в чистом виде, вот как ты сказал, чистое зло, можно сказать, что чистая ложь. Да. Вы знаете, какой вопрос очень такой, я бы сказала, может быть, ладно, не буду его описывать, сразу задам. Как сегодня, в наше время, не допустить подобных вещей, чтобы вот этого больше не произошло? Это очень сложно. Это возможно, и что для этого делать? Вот лично человек, который смотрит... Мы обширали это неоднократно в студии, можно ее сразу сказать? Да, конечно. И этот вопрос, он звучал, похоже, мы там рассматривали заблуждение, были такие эфиры. Я предложу свое видение, Михаил, дополнил меня, да. Я думаю, что очень сложно. Человек это очень социальное существо, которое идет за большинством. В Библии написано, не иди за большинством на зло. Если большинство делает зло, не подражаем. Это очень сложно, потому что мы хотим быть в группе, мы хотим быть в мейнстриме, мы хотим, чтобы нас принимали, и в этом есть масса психологических экспериментов, что хотите, когда человек хочет, чтобы его принимали в какой-то группе людей, поэтому та атмосфера, которая царит в обществе, человек это результат той среды, в которой он растет. Поэтому если вокруг меня среда, не знаю чего, ненависти к евреям, то, скорее всего, я буду ненавидеть евреев. Поэтому сопротивляться этому крайне сложно. Нужно иметь большую силу воли, желание смотреть шире, чем мое общество. И нужны разные источники информации, в том числе, которые мне не нравятся, просто чтобы был альтернативный взгляд, и нужно критическое мышление. У большинства людей этого нет, не было и не будет, и это очень сложно. Поэтому не допустить слушать. На входе в музей Холокоста, давайте я отсюда еще оттолкнусь. Первая тема, перед тем, как вы вошли в сам музей, там есть такая экспозиция, книги, огромные такие книги, которые говорят о том, что когда нацисты пришли в Германию власти, они начали запрещать прессу, они начали сжигать и запрещать публикации тех немецких, еврейских и других журналистов, политиков. Те, кто им не нравились. Да, то есть была абсолютная цензура на свободу выражения мыслей. И поэтому широта взгляда исчезла и стала очень однобокая, очень узкая, очень прополитическая вот такая вот взгляд. И это начало катастрофы. Поэтому вот я могу сказать, что если в моей жизни начинается очень узкий вот такой только взгляд зашоренный, это начало моей личной катастрофы. Если в обществе это начинается, это начало катастрофы общества. Это начало радикализма, и дальше уже колесо несется. Ну вот такие мысли. Я думаю, что одна из очень важных целей нашей миссии, и то, что мы обозначаем в доктринах, у нас есть пятый пункт «Израиль и церковь». Вот мы пишем. «Бог активно работает как с историческим Израилем, еврейским народом, так и с церковью, уверовавшими Иисусом, Ишуа, евреями и неевреями. Еврейский народ все еще и избран и любим Богом. В конце времен весь еврейский народ, который узрел распятого Иисуса Христа, раскается, признает его своим машиахом, будет спасен и принят Богом в новозаветные отношения. Верующие в Иисуса Христа евреи, известные как Иудим Мишихим, являются частью Вселенской Церкви, а также еврейского народа. Библия называет их остатком. И здесь очень важно подчеркивается, что в своем слове Господь призывает нас подвязаться за веру, однажды переданную святым, а также верно преподавать слово истины. Это можно найти в декларации. А также написано, что верующий в Иисуса Христа и Шуа-машеях из народов, принадлежат Вселенской Церкви и являются духовным теменем Авраамом и по обетованию наследниками Божьих обетований. Все верующие должны стремиться и разоблачать, и осуждать антисемитизм, враждебное отношение и превозношение над еврейским народом, расизм и расовую дискриминацию, а также молиться о спасении еврейского народа и о мире в Иерусалиме. То есть не только антисемитизм, но и расизм, и любую расовую дискриминацию, в том числе и еврейский шовинист, потому что есть раввины, которые пишут, что почему в машинах не приходят? Потому что еще не набралось определенное количество гоев, которые должны быть слугами для евреев. И они верят, что там в раю эти гои будут евреям пятки лизать. То есть это опять-таки же гордость, тот же корень, еврейский шовинист, он тоже присутствует в обществе, и с этим тоже надо бороться. Я думаю, что абсолютно, когда в обществе, в любом появляется ненависть к другому народу, или вообще, ну вот знаете, на почве он другого цвета, у него кожа, да, или там, не знаю, другой разрез глаз, или как вот там, да, недочеловек, что это вообще за понятие, да, абсолютно выдуманное какое-то, не имеющее отношения ни к науке, ни к медицине. И как правильно вы сказали, когда узкий вот такой вот, скажем, взгляд вот на человека, или на мою страну, или вот моя страна самая правильная, или мое правительство, собственно, вообще, я думаю, что верующие люди, по-настоящему верующие, не могут придерживаться таких позиций. Мы... Очень даже могут, очень даже придерживаться. Могут и придерживаться, я сейчас говорю, идеальный сценарий. Секундочку, смотрите, немцы были лютеранами, поляки с полной антисемитизма, католиками. Я как раз и хочу задать этот вопрос провокационный на эту тему, да, вот как, это же диссонанс, верующие люди, вот про что сейчас говорить, там, католики, протестанты, разные, разные, абсолютно, там, иудеи и так далее. И верующие люди, как бы, что они не обратили внимание на свою веру, или как это, то есть как это коррелируется между собой? Я думаю, что когда на Новый год многие ставят елку, вот, и украшают ее чем? Игрушками. Вопрос. Игрушка является частью елки или нет? Нет. Нет, она только украшает. То же самое очень многие люди, которые приходят в церковь. Они являются украшением церкви, но не являются ее частью. Почему? Потому что в Писании говорится, в послании Якова, в третьей главе, что мы нашим языком славим Бога и проклинаем человека по образу сотворенного. Может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода? Нет. То есть вопрос... Именно поэтому мы написали декларацию, где мы затронули этот вопрос. Не может один человек превозноситься над другим человеком. Один народ превозносится над другим человеком. Есть избрание еврейского народа, но это не делает евреев особенными. С одной стороны. Я бы сказала, что избрание – это ответственность. Больше, чем особенными. То есть это делает евреев особенными, но их особенными делает Господь. А не то, что они особенны и сами по себе. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что Бог связал себя с этим народом, что его имя запечатлено в этом народе, что все пророчества они в этом народе. Поэтому очень важно, чтобы церковь тоже правильно понимала предназначение Израиля. И мы пишем об этом, и говорим об этом, но в то же самое время мы дружим, например, с верующими с арабами, которые тоже наши братья во Христе, и мы с ними строим отношения. Есть очень много общин арабских сегодня, есть в Масалахах, есть проекты, с содружеством между евреями и арабами. Мы стремимся к единству на правильном основании, чтобы между нами не было вражды. Я думаю, что это то, о чем вы говорите, как предотвратить. То есть мы должны сделать шаги и усилия в эту сторону для того, чтобы быть свидетельством. Но так, как говорит Писание, мы с вами видим, что будет очень большой всплеск антисемитизма в последнее время. Потому что времена рыбаков подходят к концу. Книга пророка Иеремии 16.16 говорит о том, что Бог говорит, пошлю рыбаков и будут ловить вас, а потом пошлю охотников много и будут гнать вас. И эти конфликты, которые сегодня происходят, они уже говорят о том, что времена рыбаков заканчиваются. Будет очень сильный всплеск антисемитизма, и Бог соберет свой народ здесь. Потому что евреи, которые разбросаны по миру, они не хотят ехать сюда. Естественно, рыбаки, работники сохнут, они могут их поймать. Поэтому Бог пошлет охотников для того, чтобы собрать свой народ. Писание об этом говорит. Конечно, мы не радуемся тому, что будет антисемитизм. Понятно, что это социальное зло, и мы должны противостоять этому. Но мы знаем, что это будет. И мы должны к этому готовиться. Мы должны готовиться к тому, что будет большая алия. Мы должны проповедовать, чтобы люди примирились с Богом. Мы должны говорить церквям, которые еще остались, чтобы в них не было антисемитизма, чтобы среди верующих не было антисемитизма, чтобы они снова не покупались на эту удочку или на эту ложь, на которую они покупались. Потому что говорил Баруха о четырех важных эпохах, когда был всплеск антисемитизма. Я также знаю, что в истории был еще один всплеск антисемитизма в Испании. Еще перед Великой Отечественной войной, когда была инквизиция, когда евреев насильно заставляли принимать христианство. Насильно заставляли принимать христианство. И мы знаем, что многие сефарды, они бежали из Испании. Они населяют и Алжир, и Марокко, и многие евреи сефарды приехали сюда, из этих стран. Говорят они на Аладдину, это язык очень похож на испанский язык. Тогда как евреи с Европы говорят на Идыш. Европа и Америки говорят на Идыш. Но мы знаем, что эти уроки истории, они нас подвигают к тому, чтобы мы могли как верующие люди предпринимать усилия провозглашать истину, молиться о том, чтобы Бог дал нам мир. В первую очередь с Ним, а потом и друг с другом. Чтобы не было разделений в теле Христовом ни на нации, ни на динаминации. Я думаю, очень важная такая мысль, которую Бог заложил, что любовь – это принятие, то есть любовь – это дар свободной воли. Бог человеку дал свободную волю. И это показатель любви Бога. И когда мы пытаемся навязать людям какую-то религию, или пытаемся навязать им наши ценности в плане, я имею в виду даже народа, или, ну, как бы, знаете, ассимилировать какой-то народ в нас, или наоборот, закрывается народ сам в себе. И вот это все – это как бы устранение свободной воли, вот такой некой. И мне кажется, одна из побед, которую мы можем одержать, как верующие люди, если мы научимся принимать друг друга просто. Мы все не похожи, мы все разные, мы все можем быть абсолютно просто, вообще, с разных концов земли, но вот в любви друг друга принимать, и мне кажется, это такая будет хорошая истина, которая поможет нам сегодня быть в мире и любви друг с другом. Друзья, пишите, пожалуйста, свои молитвенные нужды. Мы сейчас в третьей части эфира будем молиться. Наш вопрос остается также заглавным, как смиряться перед лицом смерти. И у нас остается еще буквально минута. И я бы хотела вот попросить, Баруха, вас еще минутку сказать, может быть, какой-то посыл к тем, кто нас смотрит, вот именно по поводу этого вопроса, как смиряться перед лицом смерти, и, может быть, сегодняшних каких-то событий. Я бы, знаете, я не могу, я с Михаилом полностью согласен. Смерть противоестественна, на мой взгляд. Я не думаю, что перед лицом смерти нужно смиряться. Я думаю, что нужно смиряться перед Господом, Его волей, Его словом, а все остальное не нужно смиряться. Вот и все. Поэтому, да, смерть неестественна, и поэтому не нужно перед ней смиряться. Я думаю, в природе все стремится к выживанию, при любых условиях, хороших и плохих, все же, любое живое существо стремится выжить. И это в человеке тоже. Посмотрите в Библию. Авраам связал Исаака, когда приносил его в жертву. Он связал его, потому что Исаак не хотел умирать. Да. Друзья, мы встретимся с вами через небольшой перерыв и поговорим еще, мы продолжим говорить на эту важную тему, и также мы обязательно ответим на ваши вопросы и обязательно помолимся за те нужды, которые вы нам прислали. Поэтому никуда не отключайтесь, пишите нам, и мы с вами скоро-скоро встретимся. Меня зовут Илья Авлевин. Я хотел бы поделиться свидетельством о моей жизни, которое, возможно, поможет вам. И я приехал в Израиль в 2001 году. Мои родственники, они уже были здесь в Израиле. И я пришел в церковь, в общину Дух Жизни, это на церковь Элите, где главным пастором является пастор Сергей Бочарников. И однажды мои родители, они, в общем, родственники, хорошие люди, но они неверующие. Даже мои родители, когда услышали о том, что я говорю о Иисусе в доме своем, они как бы сказали, что мы вообще не хотим это слышать в доме, не хотим, чтобы ты вообще приходил с этим словом, или мы вообще покинем этот дом. Настолько были категорично против Христа. И знаете, я пошел в церковь, я там жил в церкви долгое время, и однажды на собрании наш главный пастор Сергей, он призвал людей, чтобы мы особенные жертвы приносили, ставили обед перед Богом, для того, чтобы именно наши родственники, наши родители, они могли иметь спасение, наши дети. И это мы делали раз в месяц. И знаете, я поставил это как обед перед Богом, делать это. Я увидел в этом важность спасения моих родителей. И я жертвовал, и я молился об этом. Знаете, пришло время еще через три года где-то, было время, когда у меня была помолвка с моим уже будущей женой, и в этот день помолвки я просто пригласил маму в нашу общину. И она очень обрадовалась, для нее это был подарок, неожиданность, что у меня будет помолвка. И когда она пришла в общину, она увидела совсем другого сына. Она увидела, что мои взгляды изменились, мои ценности изменились, даже в общении с ней мой язык изменился. И она открыла свое сердце, она уверовала в Иисуса. Знаете, когда я принял решение, я начал приносить эти жертвы, однажды Бог показал мне сон. Он во сне показал мне троих моих родных, которые очень дорогие были мне. Это моя мама, это мой дядя и моя двоюродная сестра, что они будут в церкви. И через три года моя мама открыла свое сердце, она приняла Иисуса Христа. И сегодня она в общине уже 15 лет. И через какое-то время мой дядя, он находился в большой проблеме. И однажды он пришел в общину, он закрылся со мной в комнате, он не хотел, чтобы кто-либо знал об этом. И он начал делиться своими проблемами. И он сказал, какой путь, как ты видишь? Я сказал, я не вижу другого пути. Это Иисус Христос, Он изменил мою жизнь, Он повлиял, Он освободил мою жизнь от этих проблем. Я верю, что Он может помочь и тебе. И знаете, и дядя произнес молитву покаяния. Он еще не в церкви, но меня радует то, что он уже открыл свое сердце, и он увидел, что да, действительно, Иисус может изменить его жизнь. И его жизнь начала меняться, он освободился от этой проблемы. И моя двоюродная сестра, она еще не спасена. Но, знаете, я молюсь о ее спасении, и я верю, что то, что Бог показал в моем сне, оно обязательно исполнится. Мои родные и близкие, они будут спасены. Это обет перед Богом. Знаешь, возможно, сегодня тебе надо поставить, заключить обет с Богом. Возможно, тебе надо принести особенную жертву Богу, если тебе цены твои дети, если тебе цены твои родители, родственники. Потому что жертва, она останавливает всякое проклятие. Иисус явился жертвой за все человечество, и проклятие, оно было остановлено. Каждый, кто принимает его как своего спасителя жертву, тот человек получает освобождение от всякого проклятия. Если ты сегодня находишься в финансовом проклятии или в проклятии болезни, заключи завет с Господом, и это поможет тебе. Я верю в это, я молюсь за тебя. Во имя Иисуса Христа. Будь благословен. Аминь. Теперь следить за новостями христианского мира стало еще проще благодаря социальной сети Яндекс.Дзен. Эта платформа проста и удобна в использовании. Статьи с наставлениями пасторов, интервью со священнослужителями, прямые эфиры и любимые передачи. Все это мы бережно собрали на нашем аккаунте в Яндекс.Дзен и продолжаем ежедневно обновлять и обогащать контент для вас. Присоединяйтесь к нам и делитесь постами с друзьями. Мы счастливы поддерживать вас Божьим словом в это непростое время. Будьте благословенны. Друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас день катастрофы, у нас сложная тема. Мы говорим про Холокост, мы говорим про современное общество. И в этой связи такой вопрос, с которого, я думаю, мы начнем, это вопрос о как Холокост сегодня вообще отражается в израильском обществе. То есть вот он прошел, это время прошло. Как он повлиял на израильское общество? И, Барух, я знаю, у вас есть... Пару дней. Да, да, пару мыслей. Ну, то, что я наблюдаю... Во-первых, Холокост, он показал, обнажил нужду евреям в собственном государстве, в земле, где они могут физически жить, себя, значит, охранять и собой заниматься. То есть, и фактически, к сожалению, из-за Холокоста, из-за того, что эта проблема обнажилась, вот, эта ситуация произошла, но ООН проголосовала за создание в этой земле, в историческом Израиле, государства Израиль. Это случилось 29 ноября 1947 года. То есть у нас есть земля, можно ли сказать, благодаря Холокосту. Но Холокост сыграл в этом большую роль. То есть он обнажил эту проблему. Поэтому существование Израиля, к сожалению, обязано такими огромными потерями. И до сих пор, кстати, мировое еврейство, оно меньше, чем было мировое еврейство до начала Холокоста. То есть мы еще не восстановились в количестве. Мы не восстановились в количестве. И в самом Израиле живет меньше 50% всех евреев мира. Самая большая диаспора в Соединенных Штатах и также в странах бывшего Советского Союза и в других местах. Но еще нет того восстановления за 70 с больше лет, которое было. Второй вывод, который я вижу, который для себя общество сделало, мы должны уметь защищать себя самих. И это буквально сквозит везде. Это сквозит в умении самообороны, личной, государственной. И у нас огромные бюджеты нашей страны, просто гигантские бюджеты, тратятся на оборону. То есть если, например, в европейских странах бюджет обороны может быть 2-4% от ВВП, то в нашей стране это может достигать 40%. То есть представьте, сколько можно было построить домов, больниц, улучшить инфраструктуру, развивать новые технологии, но мы обязаны себя защищать. Например, совсем недавно, в последнее десятилетие, нашли газовые месторождения на шельфе Средиземного моря в пределах израильских территориальных водах. И вот как бы эта радость, вау, да, газ, то есть мы сможем добывать, у нас будет еще одно большое крыло индустрии. И Израиль, значит, там строятся платформы газовые, вместе с тем Израиль закупает в Германии корветы, сюда охранять эти платформы. То есть вместо того, чтобы заниматься больше добычей, транспортировкой и так далее, мы думаем, ага, хорошо, у нас есть что-то, что другие люди, ну, люди, страны, силы, хотят, смогут у нас потенциально отобрать. Да, надо защитить. Поэтому мы сразу думаем о защите. И поэтому у Израиля есть очень многослойная система безопасности, много-много-много-много внутри и снаружи. Вот очень-очень-очень такая толстая система. И к тому же мы живем в регионе, который, ну, Ближний Восток никогда не был стабильной страной. Поэтому у нас, в общем-то, тоже это проявляется. Поэтому умение себя защищать. Нет, еще одна вещь, которую я вижу, что мы понимаем, мы, да, как народ понимаем, что мы никому не нужны, кроме самих себя. И я думаю, что после Холокоста произошла большая такая утрата доверия к державам другим, государствам другим. И, то есть, утрата доверия на личном уровне и на уровне государственном. И мы не очень верим обещаниям. Вообще, в Ближнем Востоке слова, они очень мало что значат вообще в культуре, в истории. А обещания, они ничего не значат. Пока ты не увидишь. То есть, по сути, это то критическое мышление, о котором вы говорили. Оно более прагматичное стало, более такое холодное. Вот я волонтерил в Аждоде, значит, был такой, значит, проект развоза продуктовых наборов, пережившим Холокост в том числе. И вот я приехал в дом к одной женщине, сколько ей было лет, уже, наверное, за 70 уже прилично было. И вот я принес такой, душа нараспашку, вот, значит, вот с подарком. Она в хостеле жила, она смотрела на меня так очень внимательно. И я не понимал, я, в общем-то, как бы подарки, она не улыбалась вообще. Она держалась вот так прямо в своей квартире, вот так вот в стороне, вот очень подозрительно на меня смотрела. И, вы знаете, в ее взгляде я прочитал одну фразу, что ты пришел у меня украсть. И я понял, что эту женщину настолько часто обманывали, что у нее была настолько страшная, сложная судьба, что я даже не могу представить, что с ней сделали вот эти вот обманы, то есть, какой они ее сделали. И я увидел в ней, что во многом и Израиль такой, что сколько раз, да, обещания не выполнялись там. И в истории этого очень много, в том числе в истории, вот, к сожалению, Холокоста. Поэтому недоверие или такая, ну, внешняя такая улыбка, да, ну, как бы внутри ты очень трезвый, ты понимаешь, что тебя могут нагреть, да, и на личном уровне, и на... Поэтому вот такая вот утрата доверия. И плюс в Израиле есть два лозунга, которые я хочу тоже озвучить. Они звучат жестко, но они отображают ментальность сегодняшнего дня. Один лозунг касается напрямую Холокоста, он звучит очень так, не по-христиански. Он звучит так, не забудем, не простим. Не забудем, не простим. И те из вас, кто знакомы немножко с историей Израиля, например, Олимпиады в Мюнхене, да, когда израильская команда была уничтожена вся, и потом, да, Голдемейр, то есть, сказал, окей, мы найдем каждого и каждого казним. То теперь с Израилем, перед тем, как связываться с Израилем, после этого думают, ну, как бы, 10 раз подумают. Потому что они помнят, и они не прощают, да, стоит ли вообще нападать на такую вот, на этих вообще людей. Вторая фраза. Масада никогда не должна пасть снова. То есть, когда-то Масада, да, укрепление иудеев пала, и люди были выгнуждены покончить с собой, и, как бы, это была трагедия, большая драма, и что это не должно произойти снова. То есть, Израиль должен себя охранять, он должен себя защищать. То есть, это очень, ну, в принципе, это естественная реакция. Знаете, вот я сейчас изучаю немножко ботанику в свете своей профессии, и вот акацию я изучаю. Это удивительное дерево, оно осуществляющее пустыню. Чем больше животных кушают акацию, тем длиннее оно себя отращивает иглы, шипы, чтобы его перестали кушать. То есть, вот с Израилем что-то такое происходит. Чем сильнее его, скажем, кусают, тем у него больше шипы вырастают. И, в общем-то, поэтому с нами на Ближнем Востоке нас не уничтожили, хотя было бы очень серьезные попытки, очень серьезные попытки. И, слава богу, государство стоит, и надеюсь, что и будет стоять. Поэтому вот такие вот я вижу следы Холокоста, которые, скажем так, это не должно повториться. И вот мы в этом находимся. 100% людей погибли в этом ужасном, даже я не знаю, как это правильно назвать, в общем, в этом ужасном Холокосте. Благодаря этим людям сегодня, по сути, есть вот это государство потрясающее. И мы здесь все сидим, и они положили свои жизни. И мы, конечно, не знаем, как они, насколько они смиренно это принимали. И, как мы поняли уже, ну, что человеку это противоестественно вообще смерти. И, конечно, это был и страх, и ужас. И даже сейчас, когда мы об этом говорим, мне 28 лет, и я как бы про бабушку свою даже не совсем застала, можно сказать. Я ее помню так отдаленно. Но у меня очень все отзывается внутри, и невозможно об этом просто спокойно говорить. Но я знаю, что, Михаил, у вас есть свидетельства ваших предков, которые это переживали. Расскажите, пожалуйста, про них. Ну, вот я как бы, перед тем, как рассказать, я бы хотел коснуться этого вопроса, не забудем, не простим. Я немножко смотрю по-другому на эту операцию, которая была связана с Олимпиадой в Мюнхене. Я думаю, что это справедливое возмездие разведки МОСАД. И я думаю, что суд, он всегда должен быть справедливым. И здесь я не вижу, то есть прощение как-то, оно имеет немножко другую сторону, оно имеет сторону милости. Для меня, как для верующего человека, и то, и другое оно должно быть. И должно быть и справедливое возмездие, и должна быть милость. Например, после Холокоста, после войны, был Нюрнбергский процесс. Естественно, палачей предали смерти. Последний палач Эхман, тоже был показательный суд. И это важно очень, я думаю, что это очень важно, справедливое возмездие, оно должно быть. Писание говорит, что всякая власть, она Богом установлена, что он носит меч, как Божий слуга, для того, чтобы покарать, что? Зло. Любое общество, оно должно быть устроено таким образом. Естественно, это и есть отражение Божьих заповедей. А вот милость или прощение, оно имеет другой аспект. И для нас, для верующих, у меня, например, друг, с которым мы вместе трудились в Кэмпус Крусейд, он американец, приехал, у него дочка 15 лет, погибла в теракте, в автобусе взорвалась. И когда он рассказывал, говорит, пришли родители, дети ехали за школы и поймали этих, кто готовил этот теракт, говорит, я такой ненависти в жизни еще не видел. Они говорят, не забудем, не простим. Вот, я молчал, меня спросили, говорит, а ты, говорит, я, конечно, не забуду, но как верующий человек, я не могу не простить. Потому что прощение, милость, она превозносится над судом. А вот в моей жизни или в моем свидетельстве, я чистокровный еврей, и со стороны мамы и папы у меня все были евреи, меня родители воспитывали чисто в еврейском духе, чтобы я не вздумал жениться на Шикси, в смысле на нееврейке. Вот, и, конечно, они мне рассказывали о том, что мои родители жили в городе Чудно, в Житомирской области, это еврейское местечко, и когда начиналась война, бабушка с мамой, они уехали в Казахстан, эвакуировались, но остались ее шесть, шесть сестер и один брат Шлема. А вот, они все погибли, потому что немцы их убили. А папа рассказывал, что у них была семья, и тоже родители не хотели бросать, все нажито было трудом, и тоже были разговоры, может, говорит, мы останемся, может, немцы нас не тронут. И они уехали буквально на последней подводе, и мне папа всегда говорил, смотри, вот, говорит, нас трое, говорит, у меня сестра и брат. Говорит, вот у меня двое детей, у сестры двое детей, и у брата двое детей. Вот так вот наш род пошел. А если бы мы держали за это физическое, земное, говорит, все, немцы бы нас убили. Но для меня это уже, как бы, потом, когда я уверовал, я это вспомнил, что мы не должны привязываться к этому земному, потому что за катафалком воздобром не поедет, правильно? Вот, и мы должны быть готовы к смерти, моменту море, как говорят. То есть мы должны об этом думать, что смерть – это не конец, смерть – это начало. Начало встречи с Господом, начало вечной жизни. Вот, поэтому это очень важно. Я хочу сказать, еще я вспоминаю с большой благодарностью и любовью одну немецкую семью. Семья Кульман, Херс и Ингер, они постоянно приезжали в Израиль. Они верующие люди, и у них на сердце было вот это желание служения примирения. Служение примирения. И они, меня это впечатлило. Я тогда вел домашнюю группу, у нас собиралось где-то около 20 человек, они пришли на нашу группу, никого не знали. Они начали становиться перед нами на колени. Они начали у нас просить прощения. Потом они еще приезжали несколько раз. Они шли в этот музей Холокоста, они писали записки. А вот что, мы христиане, мы немцы, но мы вас любим, и мы просим прощения за наш народ, за то, что мы вам причинили. Простите нас, пожалуйста. Это не христиане делали, это делали люди, которые наоборот... То есть, очень хорошее свидетельство, они собирали деньги, помогали нуждающимся евреям, просили у них прощения. До сих пор они живы, я их видел буквально в ноябре месяца прошлого года, я был в Германии, я их посетил. Они уже старенькие, вот. Он ездит на старом автомобиле, они живут очень скромно, вот. И они копят деньги для того, чтобы помочь евреям, нуждающимся, чтобы хоть как-то искупить вину, хотя они в этом не виноваты. Это служение примирения, вот. И меня поражало иногда, он говорит, господи, ну дай мне миллион для евреев, не надо. Вот. Служение примирения, это очень важно, даже если ты не виноват, вот. Но ты знаешь, что твой народ где-то что-то, вот. Я считаю, что всегда вот это вот покаяние даже за кого-то, вот. Это очень важно, это показывает простоту этих людей, их сердце, их желание, их любовь, чтобы было это примирение, чтобы не было... Я верю, что именно это мы должны верующие делать. Хочу прочесть одно место из Писания. Пока вы открываете, у меня на эту тему прям очень короткий комментарий, потом еще Барух тоже скажет. А, вы уже открыли. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И так мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Поэтому проповедуйте Евангелие, друзья мои. Это самое лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы убить вражду. Барух, вы хотели сказать, и я добавлю потом тоже. Да, хочу дополнить одну мысль о том, вот, Холокост, борьба за выживание, образование государства Израиль, самозащита, вот вся эта тема. Хочу немножко продолжить. Вы знаете, само слово «Израиль», в иврике это звучит «Исраэль», оно происходит от глагола «бороться». Это имя было дано Богом Иакову, и Бог заменил его имя. Иаков, значит, тот, кто преследует, тот, кто следует за кем-то. И Бог ему поменял имя, он говорит, ты не будешь следовать за кем-то, ты будешь тем, кто борется. Фактически, с одной стороны, ну, это было как само название Израиля, это большое пророчество. В твоей судьбе бороться, в твоей судьбе противостоять, в твоей судьбе защищаться, в твоей судьбе отстаивать. То есть, по сути, это наша судьба, мы никуда от этого не можем, мы уже назвали с этим именем, мы не можем никуда от него удрать. То есть, Бог в это имя вложил судьбу. А вот знаете, когда я думаю про церковь, в которой, да, многие считают, что церковь – это духовный Израиль. Ну, интересная теология. Но Иисус, он говорит, я создам церковь мою на камне, и врата ада не одолеют ее. Здесь тоже есть элемент борьбы, что церковь стоит, какие-то врата ада хотят ее одолеть, то есть тоже есть борьба со злом. Поэтому, должна ли церковь оставаться в стороне, когда идет зло? Наверное, не должна. К сожалению, во время Холокоста это происходило. Почему? Опять-таки, люди хотели быть в мейнстриме, да, не хотели высовываться. Были гонения, конечно, были репрессии. А с другой стороны, были подкупы духовных лидеров. И это известно о том, что духовно, я не хочу называть имен, чтобы сейчас, так сказать, никого не обидеть. Но кто хочет углубиться в историю, вы найдете это в интернете. Были подкупы духовных лидеров, что если ты не будешь осуждать наши действия, то мы тебе такие-таки блага обеспечим. Или позицию в церкви обеспечим и так далее. Но, тем не менее, были пасторы даже в Германии, которые противостояли известнейшие, известнейшие просто, я почему именно про Германию, потому что про служение и примирение тоже у меня есть небольшая история, сейчас расскажу. Известнейший пастор Дитрих Бонхёфер, который противостоял, и у него было целое, скажем, объединение церквей, которые противостояли нацистской идеологии. И он буквально за два месяца до освобождения лагерей трудовых, лагерей смерти, о чем мы говорили, его там расстреляли. То есть он попал в лагерь, немец, который был также с евреями в одном лагере, за то, что он боролся. Да, у него есть потрясающая книга, которая называется «Сопротивление и покорность». Друзья, очень советую вам ее прочитать, потому что она очень отрезвляет. Ты читаешь книгу, которая тоже была написана в лагере, он ее писал, и потом эти труды нашлись, да. Человека, который принадлежит к этому народу, но он противостоял, и даже у меня сейчас голос трясется, потому что это не просто героически, это очень смело, и это действительно был верующий человек. Про служение и примирение. Однажды у меня была такая история, мы были в Германии, и есть такая церковь гернгутеров, это тоже протестанты. Знаете, они отличаются тем, что у них церковь вся, у них белые стены, они в таких белых одеждах. Очень такая, скажем, старая конфессия в протестантизме, там граф Тиццендорф ее когда-то поддерживал. В общем, есть такой небольшой городок Германии, и мы туда приехали, и женщина-гид, она рассказывала историю, что всю войну, вот люди, которые жили в этом городе, они не могли говорить, потому что это было бесполезно, но они молились, они молились против, ну нет, кто-то и говорил, наверное, кто-то там за это страдал, но в большей степени они молились, что-то делали, помогали евреям, как-то там переводили деньги, в общем, делали все, вот что могли, для того, чтобы помочь, понимая, что творится зло. И когда пришли, ну, союзники освобождать, ну, не освобождать, в общем, дошли до Германии, они были в этом городе, и этот город сожгли дотла, то есть там убили всех, кто там жил практически, ну, какие-то часть людей осталось. Время прошло, это был, по-моему, 17-й год, и представляете, мы пришли там на кладбище Гермгутеров, и у них интересная традиция, они на каждой плите пишут какое-то место из Библии, которое было при жизни. Но в центре этого кладбища такая большая плита, на которой написано 41-45, она вот так разбита пополам, и по бокам написано «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И она сказала, это символ нашего покаяния, мы до сих пор живем в покаянии. И это настолько меня тронуло, меня как еврейку, человека, которого родственники, мои предки пережили, да, Холокост, кто-то пережил, а кто-то нет. Но вот это покаяние, которое было, и мне кажется, что это вообще ключ к тому, чтобы устроить мосты, примиряться, даже после таких страшных событий. Вот поэтому это впечатляет сегодня, и завтра даже я знаю, что здесь, в Тель-Авиве, в посольстве Германии будет какая-то церемония, посвященная вот дню катастрофы. Хорошо, друзья, у нас... Я хочу еще одно слово сказать. Меня вот больше, меня с одной стороны вот пугает безучастность церкви во время Холокоста. Да, я согласна. Это одна история, но есть другая история, это поддержка Холокоста. Вот это меня пугает еще больше. Абсолютно. Потому что церковь в этом случае становится церковью не Господа, а церковью Сатана, если честно. Абсолютно. Поэтому вот это еще... Поэтому я думаю, что когда мы говорили о том, как нам не допустить больше таких вещей, я думаю, что мы должны держаться за истину, да, или вообще люди верующие должны держаться за истину, а не поддаваться каким-то веяниям, которые в любом случае в этом мире будут происходить, вот, и смотреть в истину. Друзья, у нас буквально пять минут осталось. Спасибо за то, что вы нам писали. К сожалению, нет ответов на вопрос, но я думаю, что мы... Этот вопрос слишком тяжелый. Мы постарались на него сегодня ответить как могли. И давайте мы сейчас помолимся особенной молитвой сегодня. Это молитва против ненависти. Потому что, как мы увидели, что вот все, что происходило, и само вот это явление Холокост, оно началось с ненависти в сердце человека. Ни одного, нескольких, потом многих и так далее. И я думаю, что важно молиться против ненависти, в первую очередь, в своем сердце, ну и как бы всех вокруг людей. Поэтому прошу вас помолиться. Михаил, Барух, вместе как-то кто из вас... Я просто не совсем согласен с постановкой вопроса, поэтому я не берусь молиться. Ненависть — это черта, ненависть — это эмоция, которую испытывает сам Господь. Вопрос просто, куда эта ненависть заведет. Она может привести к хорошим результатам и к плохим. Нет, гордость ты имеешь в виду. Давайте против гордости. Хорошо, вы знаете, честно сказать, да, у меня просто у нас есть заготовленный материал. Нет, на самом деле, гордость, которая порождает ненависть, тогда вот так лучше мы скажем. Превозношение. Да, превозношение. Не ненависть, как эмоция. Тоже это важно понимать. Конечно, есть гнев Божий, есть праведный гнев. Абсолютно. Это неплохо. Но когда это перерастает в ненависть, основанную на превозношении, ну, то есть это гнев, который, в смысле, тебя вдохновляет кого-то убить, потому что он на тебя не похож. Это не совсем то, о чем... Ну, то есть это не Божий гнев, да, это неправедный гнев. То есть давайте вот за это помолимся или против этого. Я только дополню, что в послании к Ефесянам, в четвертой главе, там написано «Солнце да не зайдет в гневе ваше». То есть человек, когда он не контролирует себя в гневе, то есть когда солнце заходит, становится что, темно? Да. Человек, когда в гневе себя не контролирует, он не видит, он не понимает, что он делает, естественно. Дьявол берет это место, человек отдает это место дьяволу. Вот, и это очень часто происходит, когда войны или военные конфликты вооруженные, когда люди начинают друг друга ненавидеть. И я верю, что даже верующие могут в какой-то степени этому поддаваться. Поэтому молитва, чтобы Господь дал нам возможность созерцать, то есть не терять этот фокус, смотреть на Христа, любить, прощать, любить даже врагов. Потому что написано, вы слышали, что сказано, люби брата своего и ненавидь врага, а я говорю вам, любите врагов ваших. Поэтому мы должны противостать гордости и иметь Божью любовь. Агапы, всепрощающую любовь. Потому что Христос умер за нас, когда мы были ему врагами. А вот об этой любви надо ревновать. И об этом моя молитва. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты явил нам эту любовь, когда мы были врагами Тебе. Что мы в своей гордости и надменности бросали Тебе вызов. Что мы не хотели слушать Тебя, мы не хотели жить по заповедям Твоим. Мы были горды. И мы ненавидели друг друга, Господь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты удалил это из наших сердец, из сердец верующих. Чтобы мы могли объединяться в Твоей любви, Господь. Чтобы мы могли любить Тебя и могли любить друг друга, Господь. Чтобы мы могли исполнять эти заповеди, потому что на этих заповедях, в этих заповедях законы пророки. Чтобы мы могли быть подобны тому доброму самарянину, который не пройдет мимо этого иудея, который на обочине, который в ранах, Господь, кровоточащих. Чтобы мы могли протянуть руку помощи и помочь тем, кому мы можем помочь. чтобы мы могли молиться за тех, которые нуждаются, чтобы мы могли плакать с плачущими, чтобы мы могли стать в пролом, Господь, чтобы Ты мог помочь тем, кто сейчас переживает трудные времена, кто проходит через эти скорби, Господь. И дай нам, Господь, чтобы мы по-настоящему могли прощать, чтобы мы могли любить, чтобы мы могли не помнить зла, чтобы мы могли молиться, Господь, чтобы Ты истребил самого главного врага, невидимого врага, потому что наша война, она не против крови и плоти, наша война, она духовная. И дай нам, Господь, это духовное оружие, Господь, чтобы мы могли побеждать зло, чтобы мы могли называться Твоими, Господь, чтобы мы могли любить, и чтобы мы могли славить Тебя, чтобы мы могли знать, что смерть – это не все, и что за крышкой гроба дьявол нас больше не достанет, но там настанет вечное благоденствие. Дай нам, Господь, не терять этот фокус. Дай нам, Господь, надеяться на Твое воскресение. Дай нам, Господь, искать горнего. Во имя Ишуа мы просим Тебя. Амель. Я хотел бы буквально пару слов. Отец, я молюсь Тебе за наши сердца, за всех, кто переживает боль, за всех, кто переживает разочарование, за всех, кто переживает отвержение, отец, чтобы эта боль, которая у нас есть, чтобы ты ее направил к хорошим плодам, чтобы вместо ненависти вышло что-то хорошее. Ты мастер превращать трагедии, большие и маленькие, в победы. Мы просим, чтобы в наших сердцах ты обратил все наши переживания и трудности в победу, которая дана Иисусом Христом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо, Парух. Спасибо, Михаил. Это был потрясающий глубокий разговор. Друзья, спасибо за то, что вы были с нами. И я бы хотела обратиться ко всем, кто нас смотрел. Если вы проходите сегодня тяжелую ситуацию, или, может быть, вы столкнулись со смертью, или с каким-то трудностями сейчас, просто не отчаивайтесь и знайте, что у Бога для вас есть надежда. И, вы знаете, даже зло он умеет обращать во благо. И вот судя по сегодняшнему нашему разговору и тому, что вообще произошло, и сегодня есть государство Израиль, и мы все здесь сидим, даже такое зло могло обратиться во благо. Спасибо, что были с нами, и увидимся с вами на канале ТиБен. Субтитры создавал DimaTorzok